Около 50 метров до железной дороги и примерно столько же до Уды в двух остановках от проспекта автомобилистов находится улица 5 648 километр. Здесь в метре от проезжей части и от жилых домов практически в центре города расположена несанкционированная свалка. Проезжие, глядя на эту кучу мусора, без озрения совести избавляются от своих отходов. Ну а в непогоду весь этот хлам катится вниз, вплоть до самой реки Уда. Был сейчас ливень, это все стекало туда получается. Ветер, это вот эти все вот, как получаются, вот эти вот полиэтилерные пакеты, это все, все вылетает, он даже на этих, на крышах, он все разбросанный получается. Мы его называем ТБО-2. В принципе-то оно есть, ТБО-2. Все сюда везут. Скоро и крысы сожрут нас. Да тут крысы не только тут бегают, тут крысы, тут вся эта ж... и мухи, и крысы, и все на тут летят. Грязно даже несмотря на то, что жильцы ежемесячно платят за вывоз бытовых отходов. Говорят, что все могло бы выглядеть по-людски, если бы на месте стояли мусорные баки. Свалку можно было бы ликвидировать, а на пустыре обустроить футбольную площадку для детей. Но, видимо, местные власти не готовы им помочь хоть чем-то. Как наши дома распределили куда-то, как от железной дороги отошли, вот эти же железнодорожные дома. И они ушли, они от нас все сейчас отпинываются. Ни городская власть не помогает, ничего не понятно, куда мы относимся. Мало того, складывается ощущение, что о районе 5648-го километра не слышал ни один местный чиновник, как и о многих других районах, не относящихся к центральным. Как говорят сами жители, до юбилей города осталось всего ничего. Если не уберутся до него, то уже вряд ли наведут марафет после. В центре мусор убирают, а за стороной не хотят этого видеть, не хотят приехать и у нас услышать, увидеть, что действительно мы живем только в грязи. Наш город, он что у нас чистый, у нас получается грязь, везде грязь, заковулки, везде грязи получается. Вот так я скажу. Жители 5642-го километра не знают ни имени, ни фамилии своего депутата. И, видимо, это взаимно. Все же власть имущий навещает свой электорат, да и то ближе к выборам. Властову выбирали когда-то. Был депутат, он приехал, пообещался, по-моему, убрать дорогу, более-менее сделал. Все, что-то там власть переменилась, все это испарилось, как мусор валялся, так и валяется. До сих пор никому ничего не надо. Депутаты вообще. Депутаты я до сих пор не знаю. А приехали, пожалуйста, голосовать, садитесь, мы вас увезем, привезем. А что такое-то? Просто так, что ли, увезли, привезли, главное, галочку поставить, и нас забыли. Все, что ли. Нужно узнать. Будамунхоев, Александр Лупсанов. Первая альтернативная. Первая альтернативная.